Всем привет, с вами Мария Лэнд, и сегодня, наконец, долгожданное оформление на ноябрь. Сейчас я пишу как раз Hello November, то есть Привет Ноябрь, и пока я это все дело делаю, хочу вас пригласить подписаться на мой инстаграм, ссылочка будет внизу в описании, потому что там я выставляю разные идеи для оформления ежедневника, а также маленькие ролики, где показываю, как нарисовать те или иные детали также для оформления блокнота. Это будет очень полезно, так что заглядывай в гости. Решила я оформить эту страничку Приветствия Ноябрь именно в таких птичках. Сейчас все подробно, ты видишь, как это рисуется. Специально достаточно все медленно показываю. В некоторых моментах я рисую обычные галочки, в некоторых моментах я закругляю крылышки у птичек, потому что все-таки в ноябре птицы у нас улетают. Захотелось вот так вот красиво попрощаться с осенью и встретить уже зимний сезон. Птиц я решила закрасить черным, потому что это силуэты. Силуэты всегда выглядят беспроигрышно, эффектно и проще рисуются. Поэтому те, кто сомневается, сможет ли он повторить таких птичек в черном-белом, в таком варианте обязательно каждый сможет, я уверена. Здесь можно раскидать несколько птичек, можно нарисовать целую стайку. Здесь уже у кого как фантазии хватит. Дальше, конечно, я решила подчеркнуть надпись желтеньким, потому что черный с желтым это очень красивое сочетание, которое мне нравится. И теперь я пишу календарь, потому что как же без календаря на ноябрь. Я проставила как раз дни недели, проставляю числа. Кстати, по желанию вы можете субботу-воскресенье, то есть выходные дни, выделить каким-либо цветом. Слева и справа от календаря я подумаю, что очень много пустого пространства, и поэтому решила нарисовать вот такие вот веточки. Листочки у ветки я делаю темно-рыжим маркером, немножко его приминая, плющу кисточку на конце, и получается вот такой вот интересный орнамент, возьмите на вооружение. Дальше, чтобы дополнить эту всю композицию, я черной ручкой проставляю маленькие черные точечки горошек некоторый. И мне кажется, что вот это прям сразу заиграло по-другому. Дальше справа я пишу желтым надпись новембр, опять же таки, да, ноябрь, только уже повторюсь желтым, и обвожу в черной ручкой, черный контур делаю, потому что этот разворотик хочется сделать таким, знаете, очень мягким, уютным, атмосферным, потому что ноябрь у меня ассоциируется именно с чем-то очень душевным и приятным. Дальше я пишу события, то есть эта страница будет посвящена событиям, которые будут происходить в ноябре. Украшать я буду с помощью наклеечек, как раз вот, допустим, 16-го что-то произойдет или 27-го ноября, вот я и буду это все описывать. События как раз самые-самые важные, которые собираются быть, их можно здесь записать. Выделяю вот таким вот желтеньким маркером и сразу пишу события, которые должны произойти, к примеру, вот 2-го числа. Ребята, да, я знаю, что вы сейчас очень многие внимательны и заметили, что я упорно пишу 2-ое, 9-ое октября. Я немножко не переключилась на ноябрь, вот поэтому только сейчас при монтаже уже заметила, что попутала месяц. Конечно, нужно было написать 2-ое, 9-ое, 14-ое ноября, потому что это все-таки планы, события у нас составляются на следующий месяц. Но можно я немножко оправдаюсь и скажу, что также можно написать события на октябрь и вообще на любой месяц, поэтому спасибо, я заметила, можно в комментариях мне это не писать. Но вот такое вот оформление на месяц по событиям можете взять себе на вооружение, когда вы клеите наклейку, выделяете любым текстовыделителем или маркером число и коротко пишите, что вы хотите сделать в тот или иной день. Вот такая красивая страничка получилась. Мне на самом деле вот понравился этот разворот, потому что он удобный, информационный, то есть посмотрели в календарь, посмотрели на события и понятно, что это в ноябре произошло. Ну а мы переходим к следующей идее оформления. Сейчас я уже заранее, чтобы вас долго не занимать, накидала цитатную надпись, сидела, выводила карандашом все это дело. Сейчас показываю уже в контуре, это все как я обвожу. Подумала я, что ноябрь должен нас мотивировать, и вообще хорошо, вы любите цитаты, я тоже люблю цитаты. К примеру, возможно все на невозможное, просто требуется больше времени. Это так и есть на самом деле. Так что это моя мотивация на ноябрь, я хочу постоянно ее придерживаться и смотреть, вдохновляться. Поэтому это такая огромная цитата на весь лист. Опять же таки, цвета преобладают черные и желтые. Дальше я поставила в круговую такие жирненькие точечки желтого цвета и маленькими дополнила черные вкрапления. По-моему, очень здорово. А сейчас наклейки Корги! Обожаю этих собачек и вообще наклейки обожаю, поэтому очень давно не клеила, решила поклеить. Это я делаю трекер. Пока я все это черчу, объясню, что к чему. На ноябрь я выбрала, хочу, три привычки отконтролировать, довести до автоматизма. Это больше рисовать, питаться правильно и заниматься собой, заниматься здоровьем и все такое прочее. Вот как раз чиселки проставлены с 1 по 7 ноября. Это будет все проводиться. Розовеньким я бы закрашивала, в какие дни я рисовала. Рыжим я бы закрашивала те ячейки, в какие мне удалось правильно питаться. Но и зелененьким те ячейки, которые были посвящены спорту, здоровью, саморазвитию, вот что-то такое. Это очень удобно и трекер наглядно покажет, сколько вы занимались той или иной привычкой. Сейчас как раз я нарисовала с помощью трафарета такую вот штучку и написала мотивацию, чтобы я всегда себя смогла заставить сделать то или иное, потому что отмечать в таких вот прямоугольниках всегда приятно и сразу хочется выполнить, чтобы было все поле закрашено. Дальше добавила небольшой текст. Это свои мысли, свои рассуждения. И вот такой разворот полезный получился. Сплошная мотивация, надо вам сказать, слева и стата, справа трекер. А я перехожу уже к третьему развороту. И поскольку ноябрь это все-таки у нас уже такой снежный месяц, я решила нарисовать варежки. Сейчас достаточно подробно все показано, как я их рисовала, поэтому если у тебя вдруг с первого раза не вышло, не расстраивайся, можешь перемотать, все пересмотреть, уверена, что у тебя обязательно получится. Здесь нету ничего сложного. Дальше узор на варежках я нарисовала изначально. Хотела снежинки на самом деле, но потом решила вот такие вот звездочки в рассыпную раскидать и придала цвет нежно-голубой, даже бирюзовый, наверное, вот так вот будет правильнее сказать. Вот. Дальше темно-синим маркером закрасила эти снежинки-звездочки и на веревочке нарисовала желтые пятнышки, после чего отбила их и получились лампочки. Вот так. Дальше я нарисовала некоторую бирочку, этикеточку, которая впоследствии мне стала розовым цветом, я черной ручкой простегала ее, и написала на ней как раз то, что она посвящена заметкам. То есть эта страница полностью может идти под ваш текст, вы можете писать какие-то самые важные заметки, что вам нужно не забыть сделать. Это очень удобно. Можно также списком, как это делаю я, и слева закрашивать кружочки, допустим, зеленым или синим цветом. Дальше я в конце решила наклеить наклейку с компьютером, потому что это очень было важно, и самое важное, именно в этом месяце мне нужно было закончить проект на компьютере, и поэтому я выделила ярко-желтым цветом, чтобы сразу бросалось в глаза. Учтите и возьмите на заметку, это очень здорово. Ну и в завершение я добавила яркие пятна, яркий акцент. Мне кажется, точечки никогда не бывают лишними. Здесь есть все, и начало зимы, и как бы полезные заметки, и то, что важное нужно не забыть сделать. Уверена, что эта страница оказывается полезным. Дальше я пишу, опять же таки, ноябрь. Ноябрь я уже пишу немножко другим шрифтом. Здесь решила показать, как я это делаю. Ну и далее я уже обвожу черным линером, черной ручкой это все. Причем внизу я решила нарисовать елочки, не совсем в обычной технике. Я уже показывала, как рисуются разные елки, разную технику рисования елочек, но вот в такой я еще не практиковалась, не показывала вам, поэтому решила попробовать, почему бы и нет. Сначала черной ручкой рисуются штрихи, потом темно-зеленым маркером дорисовываются в некоторых моментах, и дальше стволы закрашиваются черным. Только не полноценно прям все заштриховано, а так, кое-где. И простым карандашом можно в промежутке добавить несколько штрихов, чтобы елочка казалась более пушистой. Дальше я клею наклейку глобуса, потому что мне эта страничка уже очень сильно напоминает о путешествиях. Может быть, куда-то вы собираетесь поехать в ноябре отдохнуть, или какой-то проект у вас, да, или там по работе, по учебе. Вот, и я как раз здесь перечислила, куда я собираюсь в этом месяце поехать на зеленом, таком, на зеленых полосках, по-моему, получилось очень интересно, исторически и полезно, опять же-таки, глобус, елочки. Обязательно напишите в комментариях, если вам понравилось оформление на ноябрь, и какой из разворотиков понравился вам больше всего. Ставь лайк, конечно, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее новое видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Ловите момент, была с вами Мария Лэн. Пока-пока!